17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Этот праздник получил свое рождение в 2011 году, когда глава МВД Рашид Нургалиев подписал соответствующий приказ. В Магнитогорске тоже есть люди, для которых этот праздник профессиональный. В городском управлении внутренних дел прошло участвование тех, кто долгие годы своей жизни посвятил службе в органах правопорядка. Рассказывает Павел Берсенев. Отметить свой профессиональный праздник в кругу коллег и единомышленников в этом году смогли около полусотни ветеранов. Церемония началась в изложении цветов к памятнику солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. С праздником собравшихся поздравил начальник управления МВД России по Магнитогорску Сергей Богдановский. Пожелать вам простого семейного тепла, счастья. Ну и самое главное, высказать вам слова благодарности за то, что вы сделали в свое время. С праздником вас поздравляю. На сегодняшний день в России около 650 тысяч ветеранов, которые в разные годы служили во внутренних войсках и органах внутренних дел. Многие из них даже после выхода на пенсию продолжают оставаться в строю, занимаются с молодыми сотрудниками полиции и передавая им свои знания. Татьяна Сараева пришла в органы внутренних дел в 1973 году в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Спустя три года она перешла на работу в паспортную систему. Именно она в 1987 году выдала первый в Магнитогорске загранпаспорт. А в общей сложности Татьяна Васильевна посвятила службе более 20 лет. До сих пор звонят, получают какие-то консультации, хотя я уже отстала от инструкции. Но тем не менее, знаете, имею свойство покупать российскую газету, чтобы все-таки быть в курсе всех, как говорится, законотворческих процессов правительства. В нашем городе такие встречи проводятся регулярно, и работа с ветеранами приносит свои плоды. Так недавно, в очередной раз, Магнитогорская ветеранская организация УМВД была признана лучшей в Челябинской области. Ну а завершилась встреча небольшим концертом. Собственные песни, а также всем известные хиты под гитару исполнил начальник конвоя Александр Хотов. Но я вам говорю, не унывайте, и будьте больше к радости близки. Павел Брусенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.